Андрей Михайлович, с победой. Ваш комментарий по сегодняшней игре. Спасибо. К сожалению, сегодняшняя игра нам не удалась. Пропустили быстрый гол, причем пропустили из-за ошибки, которую мы готовили команду, как играет Гродно. Поэтому как-то обидно вдвойне за это знали, но допустили эту ошибку. Приятно, что не расклеились, смогли вытащить эту игру. Хотя по игре, я считаю, вопросов очень много. Особенно по первому тайму. Во втором тайме немножко подсказали, немножко стали делать все более правильно. И в конце концов удалось провести атаку, которая принесла победу. Данил Махнач сегодня действовал не на своей профильной позиции, а на позиции крайнего защитника. Чем взялся на это решение? Ну, у нас крайние правые защитники, крайние защитники или после травмы, или выбыли из этой травмы. Поэтому, в принципе, он играл на турнире, на этой позиции предвидели эту ситуацию, что может так случиться. Поэтому, да, может немножко не получалось, но парень старался. Поэтому для первого раза, скажем, сыграл более-менее пристойно. Команда в этом чемпионате идет пока без поражений. Как это сказывается на эмоциональном фоне вообще всей команды? Ну, тут игры дубля, тут без поражений можно идти. Слишком успокаиваемся. Мы, скажем так, мы обыграли Батте. Тут уже это детская психология, что мы можем обыгрывать всех. А тут надо на каждую игру настраиваться, каждая игра отдельно. Конечно, приятно, что идем в группе лидеров без поражений. Но, опять-таки, надо не забывать, что любая серия рано или поздно заканчивается. Поэтому тут надо в мозги убивать, что только мы сами можем эту серию продлить. Ну, опять-таки, у нас всего два центральных защитника. Один Павлов играл опять тоже не на своей профильной позиции правого защитника. И поэтому, ввиду того, что им надо было дать игровую практику, поэтому они играли по тайму. Именно в разных таймах. Спасибо. Ну, тяжелая и интересная игра. В принципе, к чему у нас тренерский штаб готовил, то и получилось. Было много длинной игры. В принципе, мы сопернику позволили все равно забить гол после длинной передачи. Но, в целом, далее, как бы, играли грамотно и не позволили им забить еще. Не знаю, я думаю, все-таки, это потеря концентрации. Пятая минута еще не до конца в игру вошли. Первая, по сути, атака у Немана. До этого мы все время на чужой половине были. Да, на тренерский штаб, повторюсь, готовил, что будет много длинной игры. Где-то, я думаю, потеря концентрации. Ты в этом матче забил два гола. Расскажи поподробнее, как я прослушал первый и как ты прослушал второй? Ну, я думаю, два командных гола больше. Потому что вскрыли фланг в первый раз. Прострел я замкнул. Второй, в принципе, тоже быстро развернули, чего нам в первом тайме не хватало. Довели тоже во фланг прострел. Тоже замкнул. И чем удивил соперним сегодняшним матчем? Наверное, ничем. Но, повторюсь, что тренерский штаб нам говорил, что мы готовили. Все так и получилось. Субтитры сделал DimaTorzok